Трое за одну неделю. Волонтер уже не знает, где ей черпать силы дальше. Только за последнюю неделю их поступило трое хвостиков в домашний мини-приют Девять Жизни. Все началось с котенком с больным глазником, которому, к слову, мы уже провели процедуру по удалению фрагмента глазного яблока и века зашили. Но отдельно волонтер выезжала с ним на дальнейшие процедуры, так как не был поставлен дренаж. Об этом мы подробно освещали в предыдущих постах и роликах. Чуть ли не в тот же день в приюте появилась первая собачка. Ну, вернее сказать, маленький пухленький щеночек, который просто поразил волонтера и влюбил ее в себя. Да, конечно, волонтер в принципе ни о чем не жалеет, но как бы не хотелось приносить очередное животное, тем более собаку, учитывая то, что по первой животные не сильно хорошо реагировали на нее. Ну и плюс, как бы собачка метит и ходит в туалет, где хочет. Волонтер Влада уже не знает, где черпать ей силы, средства на их содержание и бесконечные болячки. При этом нужна реальная помощь и поддержка. Хочется волонтеру сказать тем людям, которые находят простой способ избавиться от ненужных щенков и котят. Ну не бросайте, так нечестно. Но кто это услышит? Этот крик, этот плач в поле. Малую трехцветку не берут на плановую передержку, как мы сообщали ранее. Планы поменялись, так что она пока в приюте. Собственно, это не удивительно. И такой исход волонтер, конечно же, предполагала. А это говорит о том, что есть риск подхватить что-то. Тем более, что сейчас у некоторых идет вспышка риновирусной инфекции. На завтра будет девушка делать ей сыворотку глобфел. Продолжение следует...